Укрупненные таблички со шрифтом Брайля для того, чтобы ее найти на полу, индикаторы, которые хорошо ощущаются ногой. Сегодня, обучая и помогая слабовидящим ориентироваться в мире, в детстве Регина сама перенесла операцию на оба глаза. Тогда запретили ей врачи абсолютно все. Но огромное желание быть активной открыло дорогу в паралимпийский спорт, который стал своего рода спасением. Экскурсии, знакомства, победы. Сегодня Регина просто болельщица, но реакция на события, которые с марта происходят с нашими паралимпийцами, однозначно. Причин вообще не было, они даже не то, что не обоснованы, их просто не было. Но это беспредел, это полный беспредел, с которым никак нельзя мириться. Это плевок в лицо всем людям с инвалидностью. Регина сегодня работает на светоприборе предприятии Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Здесь делают изделия, которые мы видим практически в каждом доме. Розетки, выключатели, светильники. Из 1400 работников половина с ограниченными возможностями, но которые не замыкаются только на работе. И пример спортсменов, имеющих схожие особенности, как становиться чемпионами, тоже своеобразная реабилитация. Средневековье, натуральное. Они абсолютно одинаковы с теми людьми, которые почему-то вдруг были допущены. А тут приехали, настроились, нет, вы до свидания, уезжайте домой. Ну, по-моему, тут какой-то дикостью попахивает. Но попробуем вынести те, безусловно, циничные и неоправданные события за скобки. Несостоявшаяся для нас паралимпиада в Пекине все-таки в прошлом. Впереди летние игры в Париже. Вот-вот начнется набор рейтинговых очков в борьбазе лицензии. Для всех, кроме белорусов и россиян. Исполком Международного паралимпийского комитета не допускает этих спортсменов ни на один международный старт. Я считаю, что они делают сверхвозможность, и плюс еще их отстранять. Они живут этим, так же, как и обычные спортсмены, но для них это вдвойне сложнее, я считаю. Неудачно нырнул и получил травму шейного позвонка. А так Андрей Фельчук оказался в инвалидной коляске. Уже на реабилитации узнал о возможности заниматься спортом. Начинал с баскетбола, пробовал себя в легкой атлетике, а нашел в теннисе. Сегодня он один из перспективных спортсменов-колясочников. И кажется, о паралимпиаде уже можно не мечтать, а бороться за путевку в Париж. Сейчас мы стараемся, исходя из ситуации, которая сложилась, поезжать на международные турниры, потому что есть страны, которые готовы нас принять, для которых мы готовы. Мы можем туда добраться и выступать для того, чтобы не потерять международные позиции, потому что ребята за прошлый год очень хорошо продвинулись в рейтинге. В отличие от командных турниров, в личных состязаниях наши теннисисты участвовать могут, а значит и набирать рейтинговые очки. Но что делать остальным? Каждый спортсмен должен видеть, что он растет, и что он не просто так живет и тренируется. Когда вот эти, происходят запреты все, ну конечно, ни один спортсмен, даже наши соперники, вот мы же общаемся и в интернете переписываемся, иностранцы. Я ни от одного не слышал в свой адрес, что он там рад, доволен, что нас и россиян отстранили от каких-то турниров, нас куда-то не пускают. Наоборот, ну ребята все понимают, что это, спортсмену это точно не надо. Ну это политика. Разделяю мнение всех наших спортсменов и функционеров, которые говорили о том, что люди, которых судьба неоднократно била и преподносила очень много сложностей, все это выстояли, прошли и вот так вот к ним относиться. Ну это мерзко, низко и гадко, тут другого ничего нет. Вопреки обстоятельствам и собрав волю в кулак, наши спортсмены продолжают тренироваться в бассейнах, беговых дорожках, прыжковых секторах, теннисных кортах. Активная работа по исправлению сложившейся ситуации со стороны Белорусского паралимпийского комитета как дополнительная моральная поддержка. Обращение спортсменов к Национальным паралимпийским комитетам других стран с призывом поддержать наших атлетов подключились к работе и общественное объединение инвалидов. На четвертое письмо в адрес Международного паралимпийского комитета пришел ответ. Ваша апелляция принята к рассмотрению. Мы общаемся со многими спортсменами, наши спортсмены-паралимпийцы общаются. И даже в Пекине у нас была поддержка и от японцев, и от итальянцев. Многие люди, скажем так, прекрасно понимают, спортсмены, что это такое. К сожалению, чиновники, что такое спорт высших достижений среди паралимпийцев, к большому сожалению, не понимают. Мы должны быть юридически корректными. То есть есть, существует несколько процедур по внутренним документам Международного паралимпийского комитета. Мы должны все пройти эти инстанции, соблюсти. После этого у нас остается уже за нами право в случае отказа во всех наших апелляциях и прошениях обратиться уже в международные какие-то суды. Ну, следующим этапом, я считаю, мы будем искать уже непосредственно от ребят, может быть, коллективно сейчас еще подумаем в Европейский суд по правам человека. Что остается делать в ситуации, когда свои же правила и законы, Конституцию и Устав нарушает главная международная ведомственная структура? Когда старается не видеть и не слышать объективные доводы и доказательства несправедливости и незаконности принятых решений? Делать то, что спортсмены-паралимпийцы совершают каждый день. Не сдаваться.